Пилотный выпуск Пилотный выпуск Пилотный выпуск Пилотный выпуск Баг скилла, то есть второй скилл, тос, проходил через глиф. Ну и все, в принципе, при использовании глифа, КД у всех игроков этой тимы общий. Давайте мы обсудим такую интересную тему, как опыт в доте. Опыт в доте это очки, которые получает ваш герой, если, запомните раз вам всегда, если в радиусе 1300 умирает вражеский юнит. То есть умирает или обычный крип, или вражеский герой. Что такое радиус 1300? Давайте я вам покажу. На примере Тайда. У Тайда радиус ульты 1025. Вот мы видим зеленый круг. 1300 радиус это будет примерно вот такой вот квадрат, чуть больше моего квадрата. Это радиус 1300, запомните. При этом самое главное, опыт делится между всеми союзными героями, которые находятся в радиусе 1300 от убитого крипа. Поэтому, поэтому на миду стоит один герой. Чтобы убивая крипов, он получает весь опыт только на себя. То есть весь опыт идет только ему. Когда внизу стоит дабл, да, дабла стоит, ну то есть два героя стоят. Весь опыт от крипов, вот например, вот они, они же вместе рядом стоят, правильно? То есть они вместе всегда в одном радиусе, 1300. И весь опыт делится между ними двумя. Поэтому на хардзу тоже довольно часто там в турнирах идет стоять один герой соло. Например, когда стоит герой соло, да, он весь опыт получает только себе, да. При этом против него может стоять три пла. И они весь опыт будут делить между собой, между тремя героями, понимаете? То есть здесь опыт весь идет на одного, а здесь весь опыт делится между тремя. Вот так вот. Так, а еще смотрите. Также, если мы убиваем героя, мы тоже получаем за него опыт. То есть, например, если мы кинули на вражеского героя Дум, и вражеский герой далеко-далеко ушел за пределы этого радиуса 1300, да, он куда-то далеко ушел и умер там от Дума, мы все равно получим за него опыт. Здесь уже важен не радиус, здесь важно, что именно мы убили этого героя, понимаете? Также можно динайдить крипов. Когда мы делаем динайд крипов, мы не получаем за них опыт. Когда разрушаем здание, мы получаем 25 единиц опыта. То есть, когда сломалось здание, рядом с нами, в радиусе 1300, мы получили за это 25 единиц опыта. Вызванные юниты, типа там, некрономика и так далее, когда мы их убиваем, они нам дают 50% опыта за их убийство. Именно поэтому, чтобы получать больше всего опыта, мы должны фармить соло. И в радиусе 1300, в этом радиусе, не должно быть других союзных героев. То же самое и здесь, например, смотрите. Бывает такая ситуация, да, что вам тяжело стоять на лайне, и вы щимитесь. Чтобы получать опыт от крипов, не забывайте, что они должны попадать в радиус 1300. Чтобы не было такого, что вы здесь стоите, а крипов убиваете здесь, вы за них опыт вообще не получите. Поэтому надо где-то поближе стоять где-нибудь в деревне, где-нибудь здесь, а крипы будут здесь. Вы получите опыт, потому что там будет радиус 1300. Еще раз, радиус 1300, можете запомнить. В принципе, это радиус вот такой вот где-то. Вот он, радиус 1300. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok